В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Далее о главных событиях среды. 2 миллиарда долларов. США выделят Украине новый пакет финансовой помощи. Итоги двухдневного визита госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкина в Киев. Это поможет Украине, во-первых, закупить необходимое вооружение, и во-вторых, это будет инвестиции в ВПК Украины. Ранен премьер-министр Словакии Роберт Фитцем. Стрельба произошла в здании, где проводилось выездное заседание правительства. В каком состоянии премьер и кем оказался злоумышленник? Эстония будет передавать замороженные российские активы Украине. Соответствующий закон принял парламент страны. Средства направят на компенсацию ущерба от агрессии Кремля. Громкие задержания в Минобороны России. Начальнику Главного управления кадров Юрию Кузнецову вменяют уголовное преступление. Что происходит в Министерстве обороны РФ? США выделят Украине новый пакет финансовой помощи в размере 2 миллиардов долларов. Об этом объявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава Госдеп отметил, что средства пойдут на закупку оружия для украинской армии, а также станут инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины. Безусловно, сегодня, когда мы обсуждали все важные вопросы, в центре внимания находились Харьковская область и Донецкая. Наиболее сложные участки нашего фронта и визит Энтони – это тоже сигнал поддержки нашим защитникам. Соединенные Штаты рядом. Помощь поступает. Эта помощь сделает наше сопротивление более эффективным и наши силы умножатся. Этот террор можно остановить только силой, решительностью и быстротой всей нашей коалиции партнеров, во главе которой, безусловно, стоят Соединенные Штаты Америки. Конечно, мы оказываем и дополнительную помощь, и эта дополнительная помощь уже доставляется. Я хотел бы добавить и объявить, что мы предоставим дополнительные 2 миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине. Это поможет Украине, во-первых, закупить необходимое вооружение, и, во-вторых, это будет инвестиции в ВПК Украины. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, Украина должна победить, и подчеркнул, для США важно помочь и обеспечить стратегический успех Киева. Также госсекретарь прокомментировал возможность использования Украины американского оружия по территории РФ. Ответ был лаконичным. США не возражают против ударов по России в принципе. Это решение, которое должна принять Украина, а США обеспечит ее тем оружием, в котором Украина нуждается для успеха на поле боя, добавил Блинкен. Министры обороны стран и членов НАТО проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе 13 и 14 июня. В первый день состоится также заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. Подробную программу встреч объявят ближе к дате. Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины обнародовала отчет, в котором указаны конкретные шаги для будущего членства Украины в НАТО. Рабочая группа предлагает четким временные рамки для вступления Украины в Альянс. Не позднее июля 28 года при выполнении конкретных условий. В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО, где мы призываем Альянс предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении. Надежная перспектива членства в НАТО – ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Наш отчет подчеркивает важность таких шагов для достижения справедливого мира. Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важны для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой для наших военных и всех граждан. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Телеграм. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной батареи из РК «Патриот». Об этом пишет агентство «Блумберг» со ссылкой на источники. Как сообщается, систему ПВО собираются поставить вместе с радарами. В публикации также говорится о том, что и европейские партнеры Киева работают над отправкой в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов. Для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты Америки приняли участие в глобальном саммите мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Каких результатов Киев ожидает от саммита в Швейцарии и что западные партнеры Украины могут сделать для принуждения России к продуктивным переговорам, расскажем далее. Ровно через месяц, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнется первый глобальный саммит мира. Западные дипломаты отмечают, что мероприятие будет направлено не на прекращение войны, а на уменьшение рисков, связанных с торжением России в Украину, и на ужесточение международной изоляции страны-агрессора. Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом. Благодаря такому мероприятию можно будет сделать и дальнейшие шаги. Олаф Шольц. Федеральный канцлер Германии. На панельной дискуссии, организованной редакционной сетью Германии. Приглашение на саммит получили более 160 государств. Швеция, Люксембург, Канада, Дания, Нидерланды и ряд других стран уже заявили, что будут присутствовать. От некоторых Киев еще ждет подтверждение. Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров. Над этим работаем. Мы обсуждали и вопрос участия лидера КНР. Также ведется диалог с Индией и другими государствами глобального юга. Нам важно участие Южной Африки, Саудовской Аравии и ряда других стран. Важно участие представителей Латинской Америки, Африканского континента, Азиатского региона. Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Проведение глобального саммита – это кульминация работы над украинской формулой мира, предложенным Киевом по шаговым планам. В нем 10 пунктов – от радиационной, ядерной, экологической и продовольственной безопасности до восстановления территориальной целостности Украины и возвращения всех пленных. Успех саммита напрямую зависит от количества его участников, считают эксперты. «Предполагается, что на этом саммите будет согласована общая позиция для дальнейших переговоров. И эта позиция будет передана Москве. И что бесит Москву, что раздражает Кремль? Это ведь будет уже не только позиция Украины, это будет позиция части международного сообщества. Причем, судя по всему, весомые части, ну как минимум, несколько десятков стран могут поддержать эту позицию. И Россия уже не может говорить о том, что они за мир, но при этом отвергают предложения уже не только Украины, а части международного сообщества». Россию на первый саммит не позвали. Нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После консолидации позиции международного сообщества контакты с российской стороной будут необходимы. В Москве тем временем публикуют противоречащие друг другу заявления. Так, глава МИД страны Агрессора Лавров говорит о якобы готовности заключить мировое соглашение, но при этом угрожает Западу военной эскалацией. «Москва хочет переговоров на своих условиях, которые абсолютно неприемлемы для Украины. Какие это условия? Кремль хочет, чтобы Украина фактически отказалась от собственной армии. Россия хочет, чтобы украинская армия была не больше, чем 60-80 тысяч человек. Хочет, чтобы мы отказались от перспективы членства в НАТО, чтобы признали оккупированные территории Украины российскими и так далее. Для нас это неприемлемо. Поэтому о переговорах на российских условиях не может быть и речи». Любое соглашение с Москвой должно предполагать вывод российских войск со всей территории Украины, заявила экс-заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд. Перспектива проведения саммита мира не должна расслаблять союзников Украины. Чтобы принудить Россию к реальным переговорам, Запад должен наращивать военную помощь Киеву, ужесточать санкционный режим в отношении страны-агрессора, предоставить Украине гарантии безопасности, а после принять в Североатлантический альянс. Российская авиация нанесла удар по Херсону. Захватчики сбросили на центральный район города три авиабомбы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В результате этой атаки пострадали по меньшей мере 18 человек. Трое из них получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Также повреждено 8 многоэтажек, 5 частных домов, 2 школы и медицинское учреждение. Российская армия впервые применила новый БПЛА «Гранат-4». В Минобороны РФ утверждают, модифицированный дрон оснащен подсветкой для корректируемых боеприпасов. Какую опасность беспилотник представляет для украинских защитников, и как ВСУ уже сбивают эти дроны, смотрите далее. Все новое – это хорошо забытое старое. Это же можно сказать и о российских технологиях на фронте. Очередная резонансная победа на поверку оказалась враньем. На видео, как утверждает Роспропаганда, уничтожение американского танка «Абрам» с корректируемым обновленным российским боеприпасом. При этом удар наводит современный беспилотник «Гранат-4». Новейшая разработка на деле оказалась хорошо известным БПЛА, представленным еще в начале 2010-х, который наши военные неоднократно сбивали в ходе боев с 2014 года, а также полномасштабного вторжения. Это старая российская разработка, которая ранее использовалась как разъедательный дрон. Сейчас же, гласит Роспропаганда, дрон оборудовали уникальной системой, способной подсвечивать цель. То есть беспилотник лазером указывает на технику, а корректируемый снаряд ее поражает. Много вопросов у экспертов вызвало и видео столь успешной работы БПЛА. Во-первых, после попадания не видно детонации боекомплекта, следовательно, степень поражения может быть несущественной, или же его и вовсе не было. Качество картинки не дает возможность исключить, что вместо Абрамса в поле военные выставили обычный макет. Такие случаи неоднократно бывали. Если же говорить о беспилотнике Гранат-4, по мнению экспертов, его вполне может ждать судьба Орлана, использование которого оккупантам пришлось существенно сократить из-за его высокой заметности в небе. С учетом того, что у него негатив внутреннего сгорания, то есть он тоже может быть по шумам замечен, и мы видим тактику сбоку России, что она пытается сейчас использовать больше разведывательные дроны с электрическими двигателями для того, чтобы быть малозаметными. По наблюдению военных, сейчас Россия незначительно увеличивает использование разведдронов. Дело в том, что другие способы разведки, вроде спутниковых, им становятся все менее доступны. Один из этапов уменьшения возможности работы данных БПЛА это является средство радиоэлектронной борьбы. Сейчас активно идет вопрос обсуждения противодействия против разведывательных БПЛА. Есть уже хорошие отработанные, допустим, примеры противодействия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сейчас увидим активную работу уже по разведывательным БПЛА российским. К слову, после начала полномасштабной войны проект Гранат-4 находится в весьма плачевном состоянии. По данным разведсообщества «Информ Напалм», в прошлом году предприятие, занимающееся его производством, контракт не выполнило. Часть комплектующих просто не доехала из-за санкций. В этом году ситуация не лучше. Поэтому этих беспилотников будет в разы меньше, чем хотелось бы Кремлю. Украинским военным в течение суток удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, где российские войска усилили наступление. Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Далее прямая речь. Постейная увага фронту и всем районам боевых действий. Харьковщина. Постоянное внимание фронту, всем районам боевых действий. Харьковская область, районы рядом с границей, город Волчанск. Продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим силам обороны и безопасности Украины всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию. Окупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно метко работает. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях. Также внимание всем другим направлениям. Особенно Донецкая область, Покровское направление, а также Купенское направление в Харьковской области. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно. На каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу. Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые непосредственно на позициях, в бою, на фронте. Полное выполнение боевых задач в существующих условиях должно сорвать российские наступательные планы. И подробнее о ситуации на фронте далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины частично вытеснили российских оккупантов из Волчанско-Харьковской области. Продолжаются оборонительные действия на северных и северо-западных окраинах города. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. Кроме того, американский институт изучения войны подчеркивает, что темп российского наступления в Харьковской области замедлился. Захватчики пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляют перегруппировку. А ВСУ наносят противнику огневое поражение. Подразделения сил обороны ведут активные оборонные бои, однако о попытке российских оккупантов прорвать нашу оборону остановленная ситуация несколько стабилизирована, а в частности на Харьковском направлении. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в эфире марафона «Едыни-Новыны». Украинские силы обороны смогли скабилизировать ситуацию, в том числе за счет привлечения дополнительных ресурсов. Местные жители в Овчанской окрестных селах рассказывают о том, что канонада звучит в режиме 24.07 на 7, причем канонада украинских квартирических систем. А это значит, что россиян несут огромные потери, но вряд ли смогут продвинуться в глубину нашей страны наиболее чем на 8-10 километров, а именно там находится первая линия оборонительных защитных сооружений, тех самых фортификаций. Кроме того, спецназовцы Национальной гвардии Украины помешали российским оккупантам обустроить наблюдательный пункт на Харьковском направлении. Позицию захватчиков вычислили и поразили с помощью ФПВ дрона. Противист в счет потери, вы, кстати, обратите внимание, например, на Харьковском направлении он весьма ракетительно относится к использованию вооружения, бронетехники, он не отправляет свои танки под удар украинской артиллерии. Почему? Потому что танков у них не так много. Хотя, безусловно, более 40 уничтоженных вражеских боевых бронированных машин, заменившихся субтитом, также вдохновляет. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на нескольких направлениях. Большинство атак происходило на Покровском направлении. 19 штурмов, еще 18 зафиксировано на Купенском направлении. В СУ отразили все атаки. Фактически на всех участках фронта сейчас у наших артиллеристов есть немало работ первой партии, так давно ожидаемо с нами боеприпасов, наконец-то прибыли в боевые порядки, и они улетают по прямому назначению на голову вражеских солдат. Это, безусловно, очень важно, потому как фактор огневого воздействия на противника остается ключевым, который обеспечивает преимущество на поле боя. В Донецкой области украинским пограничникам удалось уничтожить российскую радиолокационную станцию. Аэроразведчики обнаружили замаскированную боевую бронированную машину РФ. Оказалось, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1». В то же время на Запорожском направлении украинские разведчики ударили по скоплению личного состава российских оккупантов. Кроме того, им удалось уничтожить большое количество техники противника. Также бойцы ВСУ удерживают позиции в селе Работино Запорожской области, а заявление российской оккупационной армии о захвате населенного пункта опровергают в украинском генштабе. Российские пропагандистские паблики в очередной раз распространили фейк по поводу якобы захвата силами армии так называемой Российской Федерации населенного пункта Работино. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Продолжается оборона. Сила обороны Юга делает все необходимое, чтобы противник и дальше не имел успеха. В результате штурмов противник был вынужден отойти, понеся потери. Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Сила обороны Юга Украины. При этом армия РФ несет потери, в частности, во временно оккупированном Крыму. Этой ночью под атаку попал аэродром Бельбек. Вспыхнул пожар, а на спутниковых снимках НАСА видно следы огня на стоянке самолетов. Есть вероятность попадания в ракетоноситель МиГ-31. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года приблизились к цифре в 487 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 1510 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 14 танков, 48 бронемашин, 23 артсистемы. Кроме этого, Сила обороны Украины сбили 30 БПЛА и две крылатые ракеты и уничтожили 55 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Франция передаст Украине новую партию зенитных ракет АСТР для систем ПВО САМПТИ. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Ликарню. Сроки поставок и количество предоставляемых ракет держат в секрете. Австралия передаст Украине скоростные катера. Они войдут в новый пакет помощи Киеву на 100 миллионов долларов. Об этом сообщают в посольстве Украины в Австралии. Это надувные лодки с жестким корпусом, которые будут использоваться в разных миссиях. От речных операций на сложных водных путях Украины до операций по посадке на борт в открытом море. Катера будут использоваться подразделениями специальных операций для выполнения различных десантных миссий и задач. Находясь в городе Хобарте, помимо проведения переговоров я осмотрел катера, которые производятся для Украины. Они быстрые, они долговечные и они будут очень удобными и полезными для любых задач, которые нам нужны. Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, в соцсети X. А парламент Эстонии принял закон, который позволяет передать замороженные российские активы Украине. Средства должны пойти на компенсацию ущерба, нанесенного в результате агрессии России. Как пишут эстонские СМИ, речь идет о подсанкционных активах физических и юридических лиц. Закон вступит в силу после его подписания президентом Эстонии. Россия – страна-агрессор. Возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия ответственна за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность. Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей. У премьера Словакии Фитца открылось кровотечение в брюшной полости. Он по-прежнему в операционной, сообщают СМИ. Во время покушения он получил три пули в живот и еще одну в плечо. Напомню, стрельба произошла возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. Ранение получил премьер-министр Фитца. Нападавшего удалось задержать. Им оказался 71-летний гражданин Словакии. На покушение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фитца быстро выздоровеет и выражаем нашу солидарность с народом Словакии. Владимир Зеленский, президент Украины. В соцсети Икс. Российская Федерация готовит провокации на территории стран Запада. Об этом заявила глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер. По ее словам, в Кремле готовы перейти от кибератак к диверсиям. В этом Москве будет помогать сеть европейских прокси-групп. Также Кист-Батлер уверена, что российский диктатор Путин не отказался от своих намерений завоевать Украину. Вместе с тем она подчеркнула, что помощь Великобритании украинской стороне будет оставаться устойчивой. Российская военная разведка работала над использованием антивоенных демонстраций в Германии. Эту кампанию организовали в рамках более широкой операции, направленной на влияние на общественное мнение в стране и с целью подорвать поддержку Украины, пишет агентство Bloomberg. Организация работает под шефством российского ГРУ. Цель их работы – кампании против НАТО и призыв к прекращению поставок оружия в Украину. Митинги, организованные Россией, прошли во многих городах Германии, в частности в Берлине и Рамштайне, где находится штаб-квартира воздушного командования НАТО. Начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении. Расследованием занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета. Дома и на рабочем месте у Кузнецова провели обыски. Ранее российские паблики писали, что правоохранителей заинтересовала предыдущая работа Кузнецова. До мая 2023 года он был начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил Федерации. Это подразделение занимается вопросами защиты государственной тайны. Что происходит в Министерстве обороны России, расскажет Юлия Грановская. Задержанного силовиками генерала Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупных размерах, сообщили в Следственном комитете России. В ходе обыска у него изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Светлана Петренко – официальный представитель Следственного комитета России из публикации телеграм-канала Следком. Ранее в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере более 1 миллиарда рублей, обвинили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его задержали в апреле 2024 года в Москве. В военном ведомстве Иванов был главным армейским строителем. Близкие к ФСБ источники рассказали изданию The Insider, что Иванова предупреждали о прослушке. Знакомые в ФСБ предупреждали Иванова, что генерал Юрьев дает команды ставить его на прослушку, а он только ухмылялся. Он был уверен в заступничестве Шойгу и бравировал тем, что в кабинете Пескова бывает даже чаще, чем у министра. Из публикации издания The Insider. Несмотря на череду коррупционных скандалов, в Минобороне явные провалы на фронте, несменяемого Шойгу на пенсию не отправили. Он получил кресло секретаря Совета Безопасности. Отставка Шойгу почти никто не предполагал, по крайней мере, вот такую близкую. И уж тем более никто не предполагал приход на его место Белоусова. Вот это, что называется, удивил, так удивил. Почему Белоусов? Ну, в общем-то, он занимался кураторством ВПК. И, видимо, поставки техники совсем не такие, какие хотели бы Путину. И, собственно, вот этим курированием ВПК и поставок техники в первую очередь и будет заниматься Белоусова. Белоусова выбрал лично Путин. Поскольку войну нужно вести с холодной головой, пишет Блумберг. Решение Путина сменить министра обороны демонстрирует отчаяние кремлевского диктатора, считает представитель государственного департамента США Ведант Паттл. Во воскресенье Путин назначил гражданского экономиста своим неожиданным новым министром обороны в попытке подготовить Россию к экономической войне, пытаясь лучше использовать оборонный бюджет и использовать больше инноваций для победы в Украине. Ведант Паттл. Представитель государственного департамента США из публикации агентства Reuters. Не только Белоусом, но и дети приближенных Путина пойдут на повышение. Так, Бориса Ковальчука, сына своего ближайшего друга, он предложил назначить главой счетной палаты. А сыну теперь уже бывшего секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева Дмитрию приготовили место вице-премьера. А вот куда денут Николая Платоныча Патрушева, кого его судьба, вот это непонятно. Это, на мой взгляд, гораздо более важно, чем смена министров обороны. Патрушева все считали именно таким альтер-эго Путина, но если так, то тогда очень может быть, что именно поэтому Путин его и убирает, потому что Совет Безопасности, ну точнее аппарат Совета Безопасности, не сам, Совет Безопасности это вообще три институции самых разных есть там, и совещание постоянных членов, и совещание, и заседание самого Совета Безопасности, но аппарат Совета Безопасности мог превратиться и, видимо, превращался в некий альтернативный Путину центр власти. Бывший секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, которого часто называли одной из самых влиятельных фигур кремлевского режима и кошельком Путина, теперь будет курировать вопросы кораблестроения, пишет издание «Медуза». Тренировку по пулевой стрельбе для реабилитации и психологической разгрузки провели в Днепре для ветеранов полномасштабной войны России против Украины. Мероприятие организовали в рамках проекта «Титан Юэй», который должен помочь вернувшимся с фронта адаптироваться к мирной жизни. Кто вдохновлял ветеранов, видели наши корреспонденты. Жизнь Дениса кардинально изменилась 3 декабря 2023 года, тогда на Бахмутском направлении он выносил раненого побратима. Но сам подорвался на мине и получил тяжёлое ранение. Ногу медикам спасти не удалось. Я даже не помню, в каком месяце мне дали первый протез. Это уже второй дали. Но я ещё учусь на нём ходить. Первые шаги без костылей были, но недолго, потому что пришлось учиться ходить на новом протезе. Виталий с позывным «Реактивный» пошёл служить по контракту ещё в 2016 году. Своё первое ранение получил в конце 2023 года. Во время боевого задания в Херсонской области их группа накрыла артиллерией. Тогда мужчина потерял ногу. Настраиваю себя и других на то, чтобы переваривать, переживать эти все боли психологически, физически. Настраиваем всех. Для психологической разгрузки ветеранов с ранениями пригласили на тренировку паралимпийцев по пулевой стрельбе. Я думаю, что для них будет интересен этот вид спорта, потому что он мотивирует, дисциплинирует и всегда есть куда расти, есть стремление. Пистолет в продолжение руки. Ноги на ширине плеч. Левая рука не оболтается, она закреплена. Как вам удобно. Для самих ветеранов организовали мини-соревнования в тире по стрельбе из пистолета. После ознакомительных выстрелов по мишеням каждому дали сделать по 10 выстрелов. Это очень необычно. Мы привыкли, что в руках боевое оружие, а здесь олимпийское. Это необычно. Совершенно по-другому. Спортивную реабилитацию в рамках проекта «Титан» и «Юэй» проводят несколько раз в месяц. Ветеранов, которые получили тяжелые ранения, знакомят с различными видами спорта. Мы спросили у парней, с каким следующим видом спорта они хотят познакомиться, уделить время. Они все обозначили пулевую стрельбу. Следующим, скорее всего, будет пауэрлифтинг. А дальше будем смотреть. Такой вид реабилитации популярен среди ветеранов. После тренировок некоторые из них планируют начать профессионально заниматься паралимпийским спортом. Актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Мы в этом выпуске ставим точку. Эфир Freedom продолжит мой коллега Владимир Рабчун. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин